Приветствую вас на резервном канале Первого Циничного и сегодня мы поговорим об отношениях с бывшими. Буквально недавно, то ли в комментариях к какому-то сюжету, то ли на почту пришел вопрос можно ли хотя бы в качестве любовницы рассматривать бывшую, жену, девушку, женщину, кого угодно? Забегай вперед, сразу отвечу, это прямой путь в стойло, в олене стойло, ни в коем случае. Ни в коем случае нельзя начинать опять как бы заново отношения, начинать отношения с бывшими. Почему? Ну здесь несколько причин, то есть все они, как говорится, все дороги ведут в Рим. Все причины, которые я сейчас перечислю, ведут в олене стойло. Ничего хорошего, или же максимум это будет не олене стойло, а вам отомстят, просто очень жестко отомстят. Вы нарветесь и сто раз пожалеете, что попытались что-то там возродить или кого-то там использовать. Используют, скорее всего, вас. В итоге вы просто не заметите, когда вот эта грань будет. Когда используете вы, а через секунду уже используют вас. Но обо всем по порядку. Ну, во-первых, что здесь нужно учитывать? По чьей инициативе накрылись отношения? Почему, собственно, бывший стал бывшим? Ну, берем первый вариант. По вашей инициативе. По вашей инициативе это не только значит, что вы сказали, все, отношениям конец. Но и либо продавили окончание отношений, то есть спровоцировали, скажем так, в другую сторону отношения закончить. То есть они вам не нужны, вы сами вроде бы не говорите, что они вам не нужны, но начинаете себя таким образом вести, чтобы вас слили откровенно. Это первый вариант. Второй вариант. Вы не пытаетесь какие-то минимальные даже там косяки в другой стороне прощать, себе прощаете просто колоссальные косяки, но это практически одно и то же. То есть вы ведете себя таким образом, чтобы вас практически наверняка слили. Либо действительно говорите, что все, отношения нужно прекратить. То есть инициатор вы. Что в этом случае будет, если вы возобновляете отношения с бывшей? Ну, вас будут тыкать, как котенка мордочкой в лужу. Ну что, прекратил отношения? Ну, как говорится, нашел лучше. Вас будут тыкать постоянно. Вы никогда не будете не только полноценным, полноценной стороной этих отношений, вы никогда не будете даже на том же уровне, на котором были. То есть отношения, которые вы сможете поддерживать, будут намного хуже того, что было у вас. И более того, в какой-то момент вам, скажем так, покажут ваше поведение, но только в тысячу раз утрирований. На языке женщины это будет называться, что вот ты себя так повел, вот посмотри, как это со стороны выглядит. То есть, условно говоря, если вы сказали, что вас что-то не устраивает, то вам вместо этого могут просто изменить. Изменить открыто. И сказать, что вот, ты же себя так повел, ты мне изменил. И вы скажете, что а когда это я изменил? Ну вот, теми словами ты мне изменил. То есть вам сделают что-то в сто раз мощней, и скажут, что это как раз вот адекватная. Адекватная, скажем так, разменная монета. Ну, точнее, адекватный ответ. Вот этот момент. То есть вас постоянно будут тыкать, вам никогда не забудут ваших действий. Следующее. Если инициатор женщина, то есть она решает прервать отношения, здесь опять же можно копать глубже, узнать, какие причины. То есть почему инициатор? Деньги, что-то ее не устроило, там бабочки в животе заиграли. Там может быть масса причин. Но так или иначе. И почему-то теперь она согласна с вами продолжить или возобновить отношения. То есть она обломалась. То есть она побежала куда-то за лучшие доли и обломалась. И теперь готова попытать счастье снова. Что это будет значить? Она вас будет ненавидеть. Вы для нее будете напоминанием ее облома. Вы будете живым подтверждением этого облома. То есть она попыталась найти там более ресурсного самца, к примеру, или же просто измену совершила. Вы будете напоминанием ее предательства, ее облома. И вам за это отомстят рано или поздно. Волей или неволей, но отомстят. Ее постоянно будет жечь ваше нахождение рядом. Каким образом вам будет мстить женщина? Скорее всего, вот ту неприязнь, которую она будет ощущать, тот дискомфорт душевный, она опять же примерно, увеличив его там в сто раз, сделает вам. То есть до тех пор, пока вы будете считать ее исключительно любовницей, может быть, она ничего делать и не будет. Потому что здесь трудно отомстить на этом этапе. Но будет прокручена демо-версия. Возможно, вы увидите вдруг, отношения-то стали лучше, чем были. Поняла, осознала. То есть она из вас там веревки вела, допустим, в отношениях. А теперь все, идеальная женщина, годная женщина. Поняла. Это не значит, что поняла. Это значит, что происходит откат для удара. То есть это разгон. Это, понимаете, вот если там сейчас человек будет стоять, я его машиной ткну, ну что, он упадет. А вот если я разгонюсь и оттуда, вот это нормально. Так же и здесь. Она с вами бодалась, бодалась, бодалась и поняла, что вас не перебодать, условно говоря. Вот, вот так происходило. Отношения прекратились. Теперь вы опять вместе. Что ж вы думаете, она вас так же бодать будет? Нет, больше такого не будет. Она уже сделала выводы. Она сделает вот так примерно. То есть там удар будет с разбега. По полной программе. Потому что она сделала выводы. Дальше. Что еще? Она вас слишком хорошо знает. Понимаете? Это тоже повод не возобновлять отношения. Или не пытаться заново начать. Понимаете, в чем дело? Если к вам человек хорошо настроен, вы действительно нашли вот своего человека, спутника жизни, женщину. То, чем лучше она вас знает, тем лучше. То есть, ну, вам же приятнее будет прийти домой и получить на ужин то, что вам нравится есть на ужин. А не то, что вроде как бы вылить нехорошо. Вроде человека обижаешь. Не созлажен, но вы это не едите. То есть, лучше, чтобы она вас знала. Так вот, в случае с тем, когда у вас наоборот конфронтация с человеком, будь то женщина, будь то мужчина, чем лучше вас знают, тем хуже. Тем больнее ударят. Но это понятно. Что одна из самых страшных вещей это разведка. Разведка для чего? Сбор информации о противнике. И чем больше информации о противнике, тем лучше его можно ошарашить. Вот здесь будет как раз данная категория играть. То есть, эта женщина вас хорошо знает. И все, что она о вас знает, она как раз использует для удара. То есть, лучше бы уж она вас плохо знала. Вот где она видит ваши слабые места, вы их сами можете не видеть, где можно шпильку, что называется, вставить, она ее и вставит. Когда она будет готовить месть, а месть, как я уже сказал, 100% будет, она будет смотреть, где именно вам месть будет индивидуальная. Это не месть, как вот, как отомстить начальнику. Ты не знаю, там, даже не начальнику, а вот менты меня сейчас остановят, начнут, не знаю, какие-то незаконные требования предъявлять. Я буду думать, как им отомстить, там, жалобу написать, или же, там, через интернет ее послать, или лично поехать. Но это все будет типовое. То есть, любой мент, неважно, как его зовут, там, Иван, Петр, неважно, я буду примерно типовым образом действовать. А вот здесь вы получаете индивидуальную месть. А индивидуальная месть, она всегда страшнее типовой. Потому что типовая, она не учитывает, скажем так, как скважина, как это, ну, действительно, скважина ключ, она не подогнана. И она не учитывает, и очень много мимо пролетает, что... То есть, женщина может считать, что таким образом она мне отомстит, потому что, там, мужчина должен испытывать какое-то мучение, вот, от такого. Ну, лично мне это... И ладно. И, там, не знаю, 10% ее мести может до меня долететь. Так вот, в этом случае, когда вам будет мстить бывшая, до вас долетит 100% мести. Месть будет продуманная, индивидуализированная, и, вот, как говорится, лично на вас наложена. Она вам подойдет просто как вот пазлы сойдутся. Полбу получите по полной программе. Ну вот, хотя бы вот эти моменты. То есть, вы учитываете, что чья бы инициатива разрыва отношений не была, вас либо будут тыкать за то, что вы отношения попортили, по ее мнению, либо за то, что жизнь у нее не сложилась, за то, что она, как говорится, хотела найти лучше, а не нашлось лучше, и за это вам тоже будут мстить. Ну вот, такой довольно-таки короткий ответ, но, тем не менее, это отношения с бывшей, я не знаю, что может быть хуже. Наверное, в каком-то смысле, бывшая ваша, по некоторым параметрам, может быть хуже, чем бывшая чья-то. Бывшая чья-то, это, ну, вы просто понимаете, что до вас были отношения, и делаете вывод, нужна ли вам женщина, которая уже до вас была в отношениях. А бывшая ваша, это примерно все то же самое, но только еще с индивидуальной местью. То есть, вот как бы странным вам это не показалось, смотрите, женщина, у нее были отношения с вами, и разрыв, никого она не нашла, побегала, никому не оказалась нужна, все, не было у нее никого. Отношения, опять же, с вами. Сколько у нее было мужчин? Один или двое? Да трое, минимум. Потому что вот тот, вы первый, идете за двоих. Вы первый, тот, которого она не нашла, считайте, что она изменила. Тут бредово, конечно, это звучит, с точки зрения арифметики. Но с точки зрения логики, каких-то отношений, это не бредово. Считайте, что у нее вы третий. Вы первый, это один мужчина. Это тот мужчина, которого она возненавидела, которого она использует для получения информации против вас. Дальше, мужчина, которого у нее не было, потому что для того, чтобы изменить, не обязательно перепихнуться. Вполне достаточно считать, что вы ей не нужны, а вот нужен вот этот абстрактный, там, ресурсный, допустим, самец. Все, изменила. То есть сам какой-то акт необязателен. Измена, это готовность на измену. Была ли сама измена там, в смысле сношения какого-то, это ерунда. Это дело десятое. Готова на измену, значит, изменила. Все. Дальше, соответственно, второй мужчина, это тот, которому она готова была отдаться, и третий вы. Поэтому женщина, которая была до вас в одних отношениях, у вас, вы у нее второй. А женщина, которая была с вами, потом ушла и пришла обратно, вы у нее третий. Подумайте над этим, потому что, ну, вроде бы нелогично, но это так. Тут три человека, и это разные люди. И более того, за первого она будет мстить именно вам. То есть, кто отношения-то ей разбил? Вы разбили, понимаете? Не тот человек, того человека нет. Он уже в прошлом. Вы, вот сейчас вы, поломали ей все отношения. Из-за вас у нее не стало первого, из-за вас у нее же не получилось со вторым. В ее понимании будет именно так работать. Она вам мстить будет за обоих. Поэтому, вот так-то, это уже к третьими отношениями вы пойдете. Даже если досталась вам женщина-девственница. Представляете, у вас будут, вы будете третьим у девственницы. У женщины, которая вам девственница досталась. Вот здесь есть над чем подумать.